вот такая погодка аж березы гнутся сейчас 10 часов примерно пол шестого утра дождь такой сильно ливень пошел сейчас тоже моросит но в основном ветер прогнозе написано 10 порывы 20 я переживаю что сечменем будет не успели второй раз стимулятором отработать до дождя ну как бы рановато было ждали чтоб флаг нормально развернулся и пшеницу может тоже положить ну будем посмотреть переживем этот день посмотрим друзья всем привет заехали на ячменек вот так вот у вас краю покрутила но я скажу что после ветра он лежал сильней сейчас начинает он колосится и как бы приподнялся что ли край сильнее лежал вот такая у него высота но это конечно же по краю здесь он повыше на вон выглядит как основная масса основной массив весь стоит у соседа получается вот граница нашего участка видно тут еще лесохвост у соседа по границе вот наш ячмень ячмень соседа у него тоже он вроде как приподнялся после ветра сильнее лежал и у него туда чуть-чуть еще лежал сейчас не вижу вот как жить ячмень хочет сейчас на четверть заправим емкость и будем заливать работаем значит фальконом по 600 грамм на гектар гумат 300 грамм на гектар хэвк чтоб он стоял ячменек и дальше по пол-литра на гектар в конце зальем фаскорд 100 грамм на гектар и микруха значит у нас карбамид 5 килограмм на гектар и серно-кислый магний семиводный пол килограмма на гектар принципе такая же схема как и в том году немножко примерно те же препараты чуть другие в том году был титул в этом году фалькон и серно-кислый магний в этом году будет другой фирмы нежели в том году сейчас заправимся я подробнее расскажу и покажу карбамид засыпал сразу не инеем конечно но запотела бочка об автоматика сработала сегодня у нас 14 мая 2021 года время уже почти восемь часов видно уже вечереет как раз хоть температурка спала сегодня у нас давило 34 градуса первый раз в этом году такая жарень ячменя зимы сорт иосиф предшественник пшеница таня полупар похота ну кто не смотрел кем на всякий случай напомню такой вид имеет начинает калашение только показалось примерно 20 процентов 15 20 процентов колоса в общей массе видно уже по массиву так начинается прошлом году 12 мая работали даже сильнее он по моему у колосился чем в этом году в этом году влаги хватает поэтому он не торопится расти точнее расти он растет не торопится колос выкинуть так по препаратам гумат еще раз повторюсь 300 грамм на гектар фалькон остатки с предыдущих годов все слил в одну тару и как раз не хватило на 15 гектар ячменя по 600 грамм хэвк вот это стимулятор роста который я в каждом видео говорю но почему-то никто не меня не слышит наверное с перемотками смотрят не обязательно хэвк и у других фирм есть тоже я ни в коем случае не привязываясь какой-то конкретной фирме просто этот препарат был дешевле на тот момент я его и взял регулятор роста действующее вещество 400 800 грамм на литр это фона эффект я думаю видно на лицо ячмень стоит я же даже говорю даже по краю он видимо колоситься начал чуть-чуть под выровнялся но не так я после ветра приезжал здесь как каток прошелся даже посмотрю может быть остался фрагмент видео если он остался мне в телефоне я его обязательно вставлю но если не остался извиняйте ну и фаскорд по 100 грамм как бы я не лазил и пятен пьявицы не наблюдаю но старая пьявица у нас была еще давно еще при гербицидной обработке поэтому я думаю местами будет и молодая так что залили по 100 грамм фаскордика прям на глазах вечереет карбамид карбамид у нас еврохимовский по 5 килограмм тоже был на тот момент еврохимовский дешевле когда брали поэтому взяли еврохимов по магнию сернокислому тоже покажу здесь получается мешочек под затерся южноуральский завод магниевых соединений магний сернокисло семиводный конкретный адрес не вижу ну название есть остатки агромастера прошлогоднего тут чуть-чуть порядка 5 килограмм было тоже высыпали его работаем 2 килограмма на гектар машины ездить не дают снимать носятся как угорелые все запустил опрыскиватель и пошел потихоньку сейчас маску одену может быть пройду туда где он еще не обработал поснимаю размешиваем его ну сернокислый магний карбамид в этой емкости он стоит мешалка типа как на стиральной машине привод от гидромотора подсоединяю шланги на трактор шмаляет нормально мне нравится ну вот друзья с краешку зашел по границе прошел от соседа интересный факт тут получается у соседа лесохвост у нас его нету хотя мы не работали вот именно все геном ну или другим каким-либо препаратом по злакам что еще сказать по ячменю грязь пока шел ноги мокрые хотя жарю прошел тут от края метров внутри сработаем дай бог будет урожай вылив должен получиться где-то по 160 литров как раз бочку залили нам должно принципе на этот участок хватить нормально на краях чуть-чуть вихры присутствуют ну уже не так критично как было во время урагана ветер был очень сильный прям листья летели с деревьев срывал я переживал думал картина будет вообще печальная но нормально тут еще ну я считаю конечно повышенная доза селитры была внесена порядка 170 180 килограмм на гектар хотя а может даже и больше я уже точно не скажу хотя планировали 150 внести этот же ячмень мой ячмень можно сказать я семена продавал человеку вот у него растет он он получается под основную обработку вообще ничего не вносил задисковал пшеницу два раза посеял ячмень и покормил он его по моему по 80 килограмм на гектар абсолютно нигде у него он не лежит хотя через посадку тоже агрокомплекса поля поваляла конкретно видимо там тоже было больше доза удобрения дана поэтому вот если как бы вносите крупные повышенные дозы удобрения мой совет работайте стимулятором роста он укрепляет междоузлие вот такая тут масса он получается укрепляет междоузлие и как бы по идее он его даже немножко принижает в росте но это тоже своего рода плюс тут главное не солому вырастить а колос чтобы было нормальное зерно это мои я считаю так ползет трактор получается издалека кажется по фары масса крылья на всю задраты это крайняя обработка больше обработок по ячменю не будет ну если конечно вредители никакие не нападут трактор на узкой резине также я на опрыскиватели раздвигал резину чуть пошире кто не смотрел да по-моему даже чуть выше ячмен чем в том году ну влаги хватает питания хватает дай бог чтоб не не сильно жарила чтоб не спалила его то как сегодня прижарила аж не по себе было эти перепады температуры у нас вот на кубани постоянно то позавчера можно сказать холодно было в куртке ходил управлялся сегодня жарища прям невозможно дышать так и живем ну вот так вот вечерело и постепенно стемнело температурка вообще хорошая благоприятная потихонечку заканчиваем раз доработаем и поедем домой все друзья кому было интересно полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал всего вам доброго и до новых встреч